Всем добрый день! Нас организаторы просили не рекламировать себя, рассказать об интересном кейсе. И мы по глупости сделали это очень ответственно и просто рассказали о кейсе. Поэтому реклама будет по минимуму. Кейс, я думаю, будет интересен всем. Кто из вас был в фан-зоне или на футбольных матчах в Москве на чемпионате мира? Ну вот одному человеку точно будет, трем. Людям будет интересно. Окей, поехали. Наверное, тем, что компании работали на чемпионате мира в России, хвастаются все. Мы тоже хвастаемся, но я сразу скажу, что именно делали мы. Мы занимались распознаванием лиц для двух задач. Первая задача – это безопасность. Вторая задача – аналитическая. Это подсчет людей, определение соцсхемы, аналитики какой-то, который использовался различными подразделениями для планирования транспортных потоков, логистики какой-то и прочего. Мы работали на стадионе Лужники, где было подключено 224 камеры. Мы работали в фан-зоне на Воробьевых горах, где было подключено порядка 70 камер на вход и на выход. Также вместе с Диптрансом мы мониторили лица на объектах транспортной инфраструктуры. Это станции метро МЦК в окрестности Лужников. И отдельно в конце расскажу про еще один интересный проект, который сложился в то же время. Он не относится к чемпионату мира. Это наш передвижной биометрический комплекс, который мы сделали в Рязани. Давайте немного отдохнем. Мы сняли красивый ролик. Я надеюсь, у нас сейчас не будет технических проблем, и мы сможем вам ее показать. А музыку можно включить. Ну, собственно, музыки у нас нет, поэтому я, наверное, буду комментировать. А вот у нас и видео пропало. Да, все, наверное, кто был, сами видели, кто не был, представляют, о каких масштабах идет речь. То есть это не офис, где тысяча сотрудников в базе, да. Это мероприятие, на котором сотни и сотни тысяч людей. Это огромные толпы. Если говорить про нашу узкую тему распознавания лиц, это десятки, если не сотни, одновременно присутствующих лиц в кадре. Все их нужно прогонять по базам мониторинга, все их нужно обсчитывать, понимать, что это не дубли и так далее, и так далее. Вот такой ролик. Ну, перейдем от теории к практике, да, как это работало на примере фан-зоны, да. Потому что Лужники — это стадион, там уже есть инфраструктура, есть проходные. Там все достаточно просто и понятно. А фан-зоны — это было такое стихийное место. Здесь представлена карта, если кто был знает, там было четыре входных группы. На каждой группе стояло энное количество рамок металлодетекторов. И между каждой парой рамок стояло по камере видеонаблюдения, которая, собственно, снимала людей, которые к этим рамкам подходят. За рамками стояли сотрудники с металлодетекторами, которые проводили осмотр. А еще за ними стояли незаметные люди в штатском с ничем не примечательными планшетиками. На этих планшетиках стояло наше приложение, которое в реальном времени отправляло уведомления в случае, если мы обнаружили человека из списка наблюдения. Соответственно, за тот момент, пока человек проходил через рамку, сотрудник в штатском за рамками получал уведомление. При этом он понимал, на какой рамке произошла сработка. Он видел изображение человека, получал данные о нем из базы. После этого людей останавливали, провожали в специальную кабинку и проводили с ними различные оперативные и следственные мероприятия. Ну, если говорить о результатах, то база, по которой мы работали, она представляла из себя некий набор различных баз. То есть это была база федерального розыска, это были запретчики, которым по решению сюда запрещено общать футбольные матчи. Просто футбольные фанаты, экстремисты, иностранные футбольные фанаты. Потом туда постоянно пополнялась база карманников, которых ловили. И общий объем базы был порядка 50 тысяч лиц. Ну и тут есть результаты, это реальные данные от сотрудников МВД, сколько людей было задержано. Вот, как видите, было заряжено порядка 100 человек. Что лично меня поразило, это вот цифра 12 в графе федеральный розыск. То есть все понимают, да, что человек находится в федеральном розыске, и он зачем-то идет на мероприятие, где знает, что он будет проходить через рамку, где знает, что это куча полицейских. И они туда реально ходили, видимо, но живут еще в прошлом веке, не знают, что биометрия уже давно везде есть, и таких людей действительно поймали. Чем мы, собственно, очень гордимся. Тут еще важно сказать, что любая система, внедряемая при безопасности, она становится эффективной тогда, когда сотрудники, которые с ней работают, они замотивированы, они вовлечены. Им понятно, зачем эта система работает, как она облегчает жизнь. И когда мы там раскатили систему, ну, сначала рядовые сотрудники как-то очень вяло реагировали. Ну да, какая-то приложенка, какие-то события сыпятся. Неинтересно. А потом, собственно, случилось первое задержание человека из федерального розыска, и потом сотрудники полиции прям очень оказались замотивированы. Они людей прям каждую сработку практически провожали в комнатку, проверяли документы. Если документов не было, снимали пальчики. В общем, всячески пробивали. И под конец мероприятия, чемпионат мира у нас был месяц, вовлеченность сотрудников полиции, пользователей системы, она очень сильно выросла, за счет этого мы получили такие хорошие результаты. Помимо собственной безопасности, да, был еще один очень важный кейс. Это, ну, условно, подсчет людей. Почему это важно? Ну вот когда вы видите картинку, на которой там на площади находятся там десятки или сотни тысяч людей, ответить на вопрос, это десятки тысяч или сотни тысяч, никто не может. Как обычно, да. Есть экспертное мнение у сотрудников полиции, если это митинг, они говорят, что там было две тысячи людей, у организаторов митинга это двадцать тысяч людей, а где правда, непонятно, да. Потому что, ну, все экспертные мнения, ну, мне кажется, здесь десять тысяч, а мне кажется, здесь двадцать. Вот. Мы эту задачу решали по лицам, работали следующим образом. То есть каждый человек, который проходил через рамку, мы его лицо складывали в базу. Понятно, что люди пока стоят в очереди, они могут несколько раз попадать в камеру. Мы от этого защищались, то есть мы делали дебубликацию, мы хранили базу лиц в каком-то промежутке времени. Соответственно, если мы получали лицо одного и того же человека, мы его пропускали, то есть мы не учитывали его в статистике. Вот. Но тут есть цифры, да, точность подсчета посетителей 99,4%. Откуда такая цифра, и почему мы ее так гордо показываем? Эта цифра была получена в финальном матче, который проходил в Лужниках, и там точное количество людей известно, потому что все проходят, собственно, через скуд. И мы данные, полученные нашей системой, верифицировали с данными, полученными, ну, классическим скудом. При этом важно заметить, что мы свои графики по посетителям рисовали в реальном времени. Там он обновлялся каждые, там, 10 или 30 секунд. И, соответственно, оргштаб, который контролировал мероприятие, он в реальном времени видел, когда начинался всплеск, когда люди начинали уходить с мероприятия. Вот, ну, опять же, про цифры, да, там почти 2 миллиона людей посетило фанфест. Это порядка, там, 300 тысяч в день. И там есть много разных интересных аналитиков, но вот самое наглядное, да, это количество людей на фанзоне в разные дни. Ну, и очевидно, конечно, не то, что мы тут какую-то супервещь открыли, что большее количество людей было на матче 7 июля, когда мы играли с Хорватией, когда вся страна надеялась, что мы, вероятно, увидим финал. Ну, еще раз про масштабы, да, то есть тут в основном все коллеги рассказывали про скуды. Да, безусловно, это важно, это нужно, но классические скуды, они не могут работать вот в таких условиях. То есть и скорость прохождения, и количество КПП, да, ну, в принципе, классические скуды с карточками, там, с пальчиками, они, в принципе, не работают. Масштабы вот такие. Ну, да, интересные факты тоже расскажем. Наверное, многие слышали историю про то, как какой-то деятель своровал кубок подвайзер. Вот, ну, собственно, опять же, с помощью нашей системы его достаточно быстро нашли. Плюс мы еще умеем по соцсеточкам искать, нашли сразу его профиль, и человека достаточно быстро поймали. Ну, собственно, да, есть какая-то демография еще интересная. Наверное, что 2000 детей посетили фанфест. Если кто там был, я лично видел людей с колясками, я не понимаю, зачем они это делали, потому что это очень сложно. Но, тем не менее, с детьми ходили. Матч России-Испания, да, вот, было в 4 раза больше людей на площадке, чем другие матчи. Тоже интересная статистика. Ну, и по женщинам тоже интересно. В зависимости от того, какая команда играет, женщины проявляли бы больше или меньше интереса. Когда говорят про биометрию, да, основные вопросы, это всегда там точность работы, ошибка первого и второго рода. Вот такие вещи. У нас есть вот такой один интересный пример. Один футбольный фанат, очень страстно пытался попасть в фан-зону. И вот это прям примеры с датами и с картинками, как он пытался, да. И вот каждый раз его остановили, и видно, да, что когда он там одел и кепку, и очки солнцезащитные, все равно система его распознала. Ну, то есть, для понимания, сверху это полный кадр на рамке, слева это лицо с этого кадра, а справа это эталонное лицо в базе. Ну, про FIFU, наверное, все. Расскажу еще про один интересный кейс, который был в то же время. Мы вместе с МВД Рязани создали для них, так называемый, передвижной биометрический комплекс. Что это такое? Это обычный пазик полицейский. В этом пазике стоит, ну, какой-то там, какие-то сервера, на него все-таки какие-то камеры, но самое главное, этот пазик выезжает на любой объект, где проходит какое-то массовое мероприятие, не знаю, там, день города, какой-то митинг. Вот 15 июня был праздник Ураза Байрама. Собственно, выезжает пазик, по периметру мероприятия расставляются рамки, и на рамке вешаются камеры. Соответственно, в пазике находится мониторинговый центр, плюс у сотрудников, которые стоят возле рамок, есть приложение, на которое им в реальном времени приходят алерты. Так вот, что интересно, да, ну, любому полицейскому ему важно какие-то достижения показывать своему руководству, да, вот эта система палок там и прочее, все, наверное, знают. И рязанские полицейские, они в этом плане очень хитрые ребята, им нужно было как-то показать эффективность своей работы, эффективность работы системы, которую они внедрили. И они подумали, а давай-ка возьмем Ураза Байрам и загрузим в список мониторинга базу нелегальных мигрантов. Давайте попробуем. И на удивление оказалось, что им прилетело там более 50 сработок, так как там огромные масштабы, они не были готовы к тому, чтобы столько людей, и не успели остановить 17 человек и проверить. И все 17 человек действительно оказались незаконными мигрантами, которых нужно было, в общем-то, отправить обратно на их родину, и они были депортированы. Прелесть этой системы в том, что ее развертывание, оно происходит там буквально за пару часов. То есть у вас есть чистое поле, да, там поставили сцену, раскидали рамки, подъехал пазик, все это дело подключили, можно работать по проводу, можно по радиоканалу работать. И система работает. Просто в поле, где нет никакой инфраструктуры, можно реализовать СКУД, да, то есть систему контроля и управления доступом. Ну и там финальный слайд, наверное, да, опять же некоторые цифры по поводу того, какие объемы в принципе бывают, если смотреть на СКУД не узко в рамках там входа в офис, а если смотреть на СКУД, как контроль доступа на разные объекты в масштабах города, да, ну, например, Москва, более 110 тысяч камер, метрополитен, да, московский 7 тысяч камер, Санкт-Петербург 20 тысяч камер, там, аэропорты, ну, в общем, масштабы действительно большие, и работать с такими масштабами это нетривиальная задача, и у нас вроде неплохо это получается. На этом все. Меня наш директор по работе с партнерами просил какой-то call to action в конце ставить. Call to action будет таким. Страна у нас большая, мероприятий у нас много, и поэтому, если вы хотите обеспечить безопасность этих мероприятий как партнеры, приходите к нам, мы с радостью посотрудничаем и придумаем какие-нибудь новые интересные кейсы, о которых мы с вами вместе расскажем в следующем году. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!